Здравствуйте! Это мобильный репортер в студии Алсу Якупова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. Казанцы активно проводили каникулы. Кто-то отдыхал в парке, а кто-то доставал из проруби собак. Эта история со счастливым концом. В Казанском парке Урицкого парни помогли выбраться псу, провалившемуся в воду. Артем! Артем, провалишься! Артем, не провалимся! Судя по видео, парня зовут Артем, и он большой молодец. Но хочется обратить ваше внимание на нас, родителей. Как мы умеем поддержать своих детей в трудную минуту. Голос женщины за кадром, видимо, мамы Артема предрекает самое худшее. Артем, провалишься! И лишь юный голос девочки, видимо, сестренки-спасателя, дает парню шанс. Смотрите сами. Артем, провалишься! Артем, не провалимся! Он же у тебя вон не кусает. Ну, давай так. К сожалению, аварии случаются всегда, тем более на зимней дороге. 7 января в Альметьевском районе на 220-м километре трассы Казань-Оренбург произошло ДТП, которое унесло жизни четверых людей. Водитель автомобиля Киа, девушка 99-го года рождения, по предварительным данным, превысила безопасную скорость. Выехала на полосу для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan. Под управлением водителя 90-го года рождения. В результате ДТП девушка за рулем автомобиля Киа и три ее пассажира скончались от полученных травм. Водитель Volkswagen и его пассажир получили травмы различной степени тяжести. Сам момент аварии попал на видеорегистратор одного из автомобилей. На переправе через Каму многотонная фура ушла под лед. Транспорт превысил допустимый вес для проезда почти в 10 раз. Инцидент произошел в Мамадышском районе недалеко от поселка Новый Закамский. МЧС отмечает, что причина происшествия – несанкционированный выезд на лед с превышением допустимой массы автотранспорта. По переправе разрешено проезжать машинам массой не более 3,5 тонны. Приблизительный вес фуры – 35 тонн. Никто не пострадал, но из-за происшествия работа переправы временно приостановлена. Жители дома 48-20 в Челнах, в котором два месяца назад прогремел взрыв газа, вернулись в свои квартиры прямо перед Новым Годом, как и было обещано администрацией города. Так что праздник соседи отметили в обновленных квартирах и вместе. Напомню, взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах произошел 25 октября. Полностью были разрушены 4 квартиры. Один человек погиб, четверо пострадали. В отношении пенсионера, по вине которого произошло ЧП, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». 1 ноября он скончался в больнице. Сейчас в благоустройство пойдется. Террини за повесами, стул в рабочий поставим. Еще только пока, можно сказать, не начинаем заводить. Невозможно не поделиться красивым новогодним городом Альметьевск. Надеюсь, в зимние каникулы вы посетили этот город. Ну а это наша красавица Казань. О, Казань! С холма сияешь, освещая все вокруг. Светом лунных миноретов, ярко-звездных куполов. Высоко стоишь и правишь путь уездом городам. Гордый вид твой недоступен ни эпохам, ни годам. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан-24.